Всем доброго времени. Приветствую вас на первом критическом занятии нашего курса критическое мышление. Сегодня с помощью критического мышления мы проанализируем сообщение на странице одного из блогеров, сообщение, посвященное недавно придуманным референдумам Шатвана. Мы с вами находимся еще в начале изучения критического мышления, поэтому некоторые вещи, которые я буду рассказывать, мы еще не проходили. Но, тем не менее, какое-то общее направление, общие идеи некоторые люди мы сегодня вместе с вами уже увидим. И они нам пригодятся в будущем. Ничего страшного, если все понятно не будет, пугаться тоже не стоит. Итак, цель нашего занятия продемонстрировать некие вторые навыки критического мышления и анализа на примерах от жизни. Цель нашего этого и последующего списка. Тема урока референдум в Шотландии. Материал, страница известного блогера, в которой он привел с анализом его результатов. Итак, давайте посмотрим. Вот, я взял копию этой страницы, внизу ссылка, что здесь написано. Давайте прочитаем, что произошло в Шотландии. Очень быстрый разбор в стиле диванной на лиде. Опросы показывают что-то очень непонятное. 49,51. То в ту, то в другую сторону. Самое последнее, большое исследование показывало 53,54 против. Реально же получилось аж 55,4 против. Это очень существенный перевод. Больше всех ожидали. И вот интересно понять, как так могло получиться. Ведь Шотландия, безусловно, была самым изучаемым в мире объектом политической анализации. Последние месяцы. Исследования проводились множество, множество. И самых тщательных. Сам регион совсем небольшой. И больше проморгали в разницу в 400 тысяч голосов. С моего дивана кажется так. Почему предлюбленные вопросы так сильно разошлись с результатами? Сейчас я объясню. Это я вождите. Эффект. Избиратель один на один с собой в кабине. У этого эффекта есть научное название, которое я никогда толком не знал. И забыл. Этот эффект хорошо изучен в США. Та-та-та. Итак, вот такая вот цитата со страницы. Прежде чем продолжать, нажмите на паузу и попробуйте подчеркнуть карандашом или на листочке вещи, которые кажутся вам немножко не совсем очевидными или противоречат вашей интуиции или возможно требуют проверки или вообще кажутся вам нелогичными и так далее. И сейчас мы с вами вместе проанализируем то, что здесь написано. Нажмите на паузу, сделайте это задание и продолжайте. Итак, мы продолжаем. Ну, во-первых, я выделил то, что мы сегодня с вами те вещи, которые встали. Значит, смотрите, автор пишет, что предполагалось, что против будет 53-54%. А на самом деле 55.4%. И это очень существенный перевес. Выше всех ожиданий пишет. Спустя несколько минут мы увидим с вами, математически докажем, что никакого существенного перевеса нет. Доверительный интервал для количества голосов, которые будут против, покрывает этот результат. То есть, ничего вообще удивительного не произошло. Результат полностью совпадает с предсказанной статистикой. Первое, странное, ну, кормить соответствие. Дальше. Автор пишет, что это событие было самым изучаемым в мире объектом политического людей. Обратите внимание, достаточно сильное утверждение. Самый изучаемый в мире. Это сильное утверждение, мы с вами, когда будем говорить о принципе политического мышления, мы скажем, цитирую, да, в будущем, экстраординарное, то есть, очень сильное утверждение требует экстраординарных доказательств. То есть, сильное доказательство. Но такого доказательства здесь не приведено. Непонятно, как автор пишет, что это самое обсуждаемое событие. Возможно, что это не самое, а может быть, оно входит в десятку самых обсуждаемых, а может, в двадцатку, а может быть, и входит в самые обсуждаемые. Но автор непременно эффективно это бывает. Дальше автор пишет, проморгали разницу аж в 400 тысяч в год. Если вы посчитаетесь, получится, проморгали разницу в 10 раз меньше. Ну, 40, может быть, 60, несмотря как считают. Но 400 тысяч это цифры порядка в 10 раз завышены, на самом. Тоже неверно. Далее автор пишет, что пытается объяснить этот результат. На самом деле его объяснение уже не имеет никакого смысла, потому что то, что он написал в существенном переместке и всех ожиданий, это уже неверно. Неверно, что проморгали 400 тысяч человек. Теперь эти неверные вещи автор объяснял. Объясняют это тоже неправильно. Но как мы с вами поговорили, из лжи доказуем любая вещь. Поэтому в принципе дальнейшее объяснение уже не имеет. Но давайте посмотрим. Автор проверить, понять, что автор имел в виду, когда идет управляющий эффект, название которого не помнят, нельзя невозможно. Тут просто мозг критика взрывается. О чем говорила? Как это проверить? Что это такое? Это первое небольшое несоответствие. Есть еще одно несоответствие. В большинстве явлений психологии, почти любое, большинство явлений психологии, причины того как правило настолько сложны, что не допускают одного простого объяснения. Человек стал вором, потому что жил бедно. Человек заболел, что из хрени, потому что не было опасения. Как правило эти все объяснения неточные и верные лишь отчасти. То есть они в общем не верны. Очень много явлений принимают роль поведения того или иного человека. Его гены, его воспитание, его материальное положение, его ближайшее окружение и так далее. И когда указывается всего лишь не факт, как правило это просто не верно, потому что забывается о влиянии к индивиду. И это тоже вызывает сомнения в этом объяснении. Дальше я продолжать не стал. Если хотите можете найти это самостоятельно. А сейчас мы перейдем к более детальному анализу, почему не верно первое, почему не верно, что так подтверждается это существенный период. Прежде всего можете поверить на слово. Сейчас будет чуть-чуть математики. Чуть-чуть совсем не замечаний или сказаний по поводу статистики. С статистикой это просто незнакомо. Чтобы не попасть в просадку, не выглядит ли. Итак, давайте посмотрим. Значит, автор утверждает, и это на самом деле следует запросам, что предсказывалось в последнем опросе, что победа за то, что против проголосует порядка 54%. Но мы понимаете, что когда мы проводим опрос и нам дают какую-то оценку точечную, эта оценка никогда не будет точной, с точностью до миллионных, миллиардных, триллионных частей, всегда будет небольшая погрешность. Это даже верно, если вы захотите взять лимиту и измерить какой-то предмет. Как точно вы его не измерите, даже с помощью штифлицов. Какая-то маленькая погрешность, миллиардная, сексильярная все равно будет. Поэтому точечные оценки, они с одной стороны говорят примерно сколько, чему равен оцениванный вверх, но точными на 100% с погрешностью ноль они никогда не будут. Поэтому очень часто в статистике, в теории оценки, вместо точечной оценки спрашивают а как дать нам доверительный интервал. Что же такое доверительный интервал? Давайте посмотрим. Как я уже сказал, повторю, для оценки нужной пропорции, в нашем случае нас интересует пропорция людей, которые производят используя доверительный интервал. например, 95% доверительный интервал есть также 99%. Итак, 95% доверительный интервал это интервал, который с вероятностью 95%, ноль 95%, попадет в истинное значение известного параметра. Смотрите, какая удобная нейрооцена. Мы не знаем, мы не можем оценить точечное значение пропорции, но мы можем сказать, вот в этот интервал в него точное значение попадет с вероятностью 95. С вероятностью 95%. И это уже хорошо, мы будем знать, что с вероятностью 95, то есть с 95 случаев из 100 наш интервал будет включать истинное значение параметра. Отлично. Как построить доверительный интервал? Ну, давайте, во-первых, посмотрим данные опросы. Как видите, данные опросы на самом деле соответствуют тем, что сказал автор. 54% прогрутовали против, 46% прогрутовали за, за исключением тех, кто выдержался, и так далее. И всего в опросе приняло участие 1044 человеком. В них эффективный выбор подразил 127. В общем, мы это все оставим и возьмем 1000 человек. 54 против, 46 за и примерно 1000 человек для простоты и обсуждения. Но этого роли больше не так. Итак, давайте построим доверительный интервал. Если мы обратимся к математической статистике, есть различные случаи, формулы для вычисления доверительного интервала. Самая простая из них, которая нам подходит, она верна не всегда, она верна синкотически, и в данном случае она подходит на этот рисунок. n1 деленное на n количество ареспондентов проглашевавших против, это против, да, не согласно. Здесь напишем не согласно решения. Поделить на общее количество 54 делить на 100 минус единица на корень, извините, 540 делить на 1000 минус 1 делить на корень из n. n от количества ареспондентов мы сказали 1000. Итак, берем эту формулу, подставляем вместо n1 540 вместо n1000 и что мы получаем? Давайте посмотрим. Мы получаем, что доверительный интервал для количества людей, которые проголосуют против, это интервал, вот он, 0,51 округлим, 0,57. То есть истинное значение количества людей, которые проголосуют против, не количество, а пропорция. Мы его не знаем, но с вероятностью 95%, оно больше, чем 50, 51%, и меньше, чем 57%. Доверительный интервал 0,51, 0,57 с вероятностью 95% покрывает истинное значение. То есть истинное значение количества людей, которые проголосовали профиль, которое получено на основе вот этого вопроса, лежит где-то между числами 0,51 и 0,57. Какой результат мы получим? 0,55,4. Это значение, оно как раз попадает в этот вероятность в вероятность как и ожидалось, как и предсказывалось. Ничего ошеломляющего того, о чем писал автор, давайте посмотрим, не произошло. Очень существенный перевес, выше всех ожиданий. Никакого существенного, никакого выше всех ожиданий. Получилось истинное значение попало в 95% вероятность в вероятность и достаточно в вероятность. Так, итак, тут еще раз срезомирую. 95% вероятность вероятность в вероятность истинное значение пропорции. Ничего выдающегося не произошло. Как пишет А. Для тех что кому интересно, есть специальные калькуляторы, которые позволяют посчитать вероятность вероятность вероятности. Вот видите, здесь вводишь размер выборки или просто вероятность в 1000, вводишь сколько людей предусловало за или против решения и получаешь вероятность 50.9 0,57. Здесь получим немного другой дуэриттный интервал, чем который получили, но очень похожий. Почему такой? Потому что есть разные синтетические формы. Нормальное распределение, полагается распределение T, в зависимости от того, как это цифры более точные. Но для нашего примера это не влияем. И опять я повторю. Следующие недочеты. Самые изучаемые в мире объекты. Требуются доказательства. Почему это так совсем не понятно. Не 400 тысяч голосов, а порядка 40-60 тысяч голосов расхождения. И оно достаточно ходит в границы, где они не прерывали. Эффект избирателя один надеется в кабинете, не зная, что автор мог в виду. Надо давать точные названия или не писать. Не понятно, о чем вообще речь. Кроме того, как правило, одно объяснение, не объясняя сложные явления, вряд ли оно также имеет место. Ну и вот в завершении еще один пример. Например, вы читаете какое-то рекламное объявление, и там написано. Наша косметика ее выбрала 60% по спектру. То есть, как бы, в чем посылает план, потому что она хорошая. А в сколу о маленькой с подзвездочкой написано, в исследовании приняло 23 человек. Отлично. Опять же, запомните, точечная оценка 60% она никогда не будет вверх. Всегда будет разница. Поэтому лучше взять и посмотреть доверительный интервал. Где находится процент, пропорция людей, которые подрабатывают косметику. Отлично. Возьмем построенный 95% интервал. Сделайте это самостоятельно с помощью конкурсулятора. Итак, всего 23 человека. Из них 60 проголосовало сам. То есть, что им понравилось косметика. Давайте построим доверительный интервал. И что мы видим? Здесь написано. Доверительный интервал для количества людей, которым понравилась эта косметика, он начинается в точке 0,4, то есть 40%, и закачивается в точке 0,8. То есть, количество людей, которым понравилась косметика, пропорция людей на основе этой выборки находится где-то между 40 и 80%. Где-то может быть и 42%, то есть, косметика большее количество людей вообще не понравилось, и 45%, может быть, конечно, и 80%. Но на основе такой маленькой выборки более точно рассказать не можно. Где-то от 40% до 80% предпочитает эту косметику. О чем нам это говорит? Что возможно? Возможно. Эта косметика не лучше, чем другая. Возможно, даже хуже. Данный эксперимент по сути не позволяет на это сделать. Итак, друзья, я знаю, немножко было математики, немножко такое неожиданное практическое задание, работа, но просто вчера были новости, поэтому я решил с вами поделиться этим анализом. До встречи на пятой лекции. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok